Искусство и творчество Искусство и творчество – это особые виды общения, присущие всем сообществам. Творчество оживляет тело, касается сердца и благотворно действует на душу. На семинаре под названием «Искусство для лучшего будущего» мы расскажем, как помогать членам местных групп использовать народное искусство, чтобы делиться истиной Божьего Слова для удовлетворения духовных, эмоциональных и физических потребностей. Виды искусства могут включать особые комбинации музыки, танца, театра, живописи, устных повествовательных жанров, пословиц и поговорок и многое другое. Стершнем курса «Искусство для лучшего будущего» является подход, который совмещает современные антропологические и миссиологические теории с принципами развития местных сообществ. Семинар описывает методику, которая поможет людям вступить в контакт со Словом Божьим и народным творчеством для преображения жизни. Этой методикой может овладеть любой человек, в зависимости от наличия у него художественного образования. Эта методика для совместного создания народного творчества состоит из семи шагов и следует примеру воплощения Иисуса Христа, пришедшего, чтобы жить среди людей, учиться от них и вместе с ними распространять благую весть. Залогом успеха методики является способность учиться у местных жителей и налаживать отношения с ними. Шаг первый. Ознакомиться с местной культурой и ее художественными жанрами. Во-первых, надо узнать как можно больше о сообществе, где вы оказались и служите, при этом налаживая контакты и заводя друзей. Сообщество может быть любого вида и размера. Это может быть целая языковая группа или новообразованная церковь или студенческое общежитие. Мы начинаем работу с того, как живут и занимаются искусством и творчеством люди. Шаг второй. Определить цели для роста Царства Божьего. Познакомившись с жизнью сообщества, следует войти в рабочий контакт с его лидерами и представителями и вместе определить сильные стороны и проблемы, с которыми коллектив сталкивается. Что им требуется для непосредственного улучшения жизни? На что они надеются в будущем для себя и своих детей? Как Слово Божье может зазвучать среди них? Как приблизить сообщество к идеалу жизни с Богом? Шаг третий. Соединить художественные жанры с целями Царства Божьего. На этом этапе, используя внимательную контекстуализацию, лидеры сообщества принимают решение о том, как их художественные формы могут передавать Слово Божье с упором на сильные стороны и решение проблем. Какие формы в данном обществе передают мудрость и духовность? Какие углубляют единство с Богом в поклонении? Какие обучают членов сообщества принципам здоровой жизни? А какие восстанавливают разрушенные отношения? Шаг четвертый. Проанализировать жанры и творческие события. Для лучшего понимания использованных художественных форм необходимо исследовать контекст, правила, грамматику и смысловое наполнение различных жанров. Без этого шага легко наделать ошибок и в результате передать не тот смысл, который хотели. Анализируя художественные формы, задаем следующие вопросы. Как и кем создаются новые произведения? Что они передают по поводу людей и их образа жизни? Что переживают и чувствуют воспринимающие? Возможно ли адекватная передача смысла писания в данном жанре? Шаг пятый. Вдохновить и побудить к творчеству. Теперь, применяя все, что мы узнали на этапе исследований, мы работаем с местными авторами и артистами, чтобы вдохновить их к новым произведениям, проникнутым атмосферой писания. Заказ работ, организация творческих мастер-классов, передача опыта, конкурсы и множество других мероприятий помогают творчески настроенным людям почувствовать, о чем нужно писать и творить, и создать произведения в этом духе, передавая эти смысловые послания другим. Когда в коллективе зажигается творческая искра, она может преобразить жизнь всех. Шаг шестой. Усовершенствовать результаты. Улучшение и совершенствование результатов художественного творчества этот шаг не следует упускать. Церковные авторитеты, простые члены сообщества, знатоки местных жанров, вот именно к ним надо прислушиваться, проверяя, доносятся ли людям нужные смыслы в понятной форме и адекватно ли передают художественные произведения в библейские понятия, при этом соблюдая правила и формы существующих жанров. Шаг седьмой. Возрадоваться, отмечать успехи и интегрировать их в жизнь сообщества. С помощью последнего шага люди делятся своими произведениями с другими и радуются благой вести, переживая истину не только умом, но и сердцем и всем физическим существом. Преображение индивидуальных жизней и жизни общества происходит по мере проникновения туда Слова Божьего, с творчеством, и встречи Слова с духовными и жизненными потребностями людей. Люди продолжают использовать местные художественные формы, уверенно передавая весть любви и спасения и задействуя ресурсы, которые уже существуют в имеющихся традициях. В ходе нашего семинара под названием «Искусство для лучшего будущего» мы демонстрируем и преподаем методику из этих семи шагов для совместного создания народного творчества. Ознакомиться с местной культурой и ее творчеством, определить цели для роста Царства Божьего, соединить жанры с целями, проанализировать жанры, вдохновить и побудить на творчество, усовершенствовать результаты и возрадоваться и интегрировать на будущее. Можно ли надеяться, что обучение вышеописанным методом нести Слово Божье придаст новых сил вашей миссии и вашему служению? Могут ли участники вашей организации извлечь пользу из обучения по методике для совместного создания народного творчества? Если да, то узнавайте больше по адресу artsforabetterfuture.org